МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здрасте. Слушай, ну не начинай, я тебя прошу. Вы что, сговорились все, что ли? Нормальный пиджак у меня. Лучше скажи, что ты насчет Японии решила. СТУК В ДВЕРЬ Неплохо держитесь, Василий Петрович. Так и не скажешь, что вы в политике всего сто дней. А я быстро учусь. Кофейку? Мне спасло. Мне от кофе в голове шумит. И не стоит. Президент голову должен беречь. Правильно. Простите. Да ради бога. Да, мам. На программе. Да, я помню сразу после программы домой. Обещаю. Василий Петрович, у нас минута до эфира. Пойдем. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво». Персональный самолет мне выделил народа, а что имею право на животу, вот тут набьют, а тут слуга народа. А где горошек? Петь, ты забыл горошек купить. Давай быстро. Погоди, ну интересно. Давай, давай. Ну все, готово. Молодец. Ну что, все закрутил? Все сделал. Я хочу напомнить, что сегодня наш диалог о коррупции. Ну а молодец. Молодец, а можно я ходил в двух словах? В чем заключается закон проект? А да вкратце все просто. Где украл, туда верни. Ну вот, к примеру, наколядовавший министр здравоохранения себе на новый дворец должен вернуть его к государству. Мы его конфискуем, переделываем его в больницу для обыкновенных украинцев. Мало того, назвать еще в честь коррупционера эту больницу, чтобы его дети и внуки ходили и помнили. Вот, вот. Вот такое мы поддерживаем. Я не понимаю, что ты поддерживаешь вообще? Ты что поддерживаешь? Вы на что агитируете людей? Хватай, отнимай, отбирай, грабь, награбленные. Но мы это уже проходили? Я имею в виду нашу страну. Раскулачивания, репрессии. А потом что? Массовые расстрелы? Вы меня извините, Василий Петрович, где-то видано такое. А вы не знаете, Юрий Иванович? Нет, я не знаю. А я вам скажу. В Китае. Однажды Великий Конфуций сказал, что перед бегая горы нужно убирать мелкие камушки. В Китае избавились от этих камушков одночасье. Большую часть заточников они просто расстреляли. Простите, а большую это сколько? А ты что? Двадцать тысяч. За раз. Отпустите меня! Ну, пожалуйста! Ну, вы имеете право! Пожалуйста, я все скажу! Я вечер, я клюнусь! Я с вами все снимать! Не готовились! Пожалуйста, отпустите меня! Ну, почему я? Почему не этого толстого Горосюка? Я здесь! Вот так Юрий Иванович поступает в Поднебесной. А вы знаете, что ваши Поднебесные со всеми своими расстрелами находятся на 152-м месте по уровню коррупции? А мы всегда об этом говорили. Смертная казнь у нас не пройдет. Я согласен. Может быть, это не метод. Дело глаголишь, боярин. Ишь, что думали? Стрелять! Смехота! Что за смерть-то без мучений? Подойди-ка, мил человек. Скажу кое-что. Надо, чтобы мучились окаянные. Накол сажать, колесовать, чашечки коленные дробить, свинец раскаленный в рот заливать. Иван Васильевич, но это же незаконно. Так ты же и есть закон. Ты царь! Я никакой не царь. А кто ты? Ты чьих будешь? Что значит чьих? Фамилия твоя как? Голобородько. Голобородько? В шут у меня был. Прошка Голобородько. Голобородько остряк. Так я ему языки вырвал. Жестко. Иначе никак. Не знаю, может быть у вас в 16 веке никак? А мы попытаемся все решить демократическим путем. Получилось же у скандинавов, между прочим, ваши предки, победить коррупцию законно. Да что ты несешь, окаянный? На Руси человек другой, дикий. Он по-доброму не понимает. Поэтому потянулась рука, руби. Не буду я никакие руки рубить. Тем более вы прекрасно понимаете, дело не в руках. Все у нас проблема, здесь, в головах. Так значит головы руби. Испокон веков на Руси так делали. И ты делай. Ты же русский царь. Опять 25? У вас что, заело? Я никакой не русский царь. А кто ты? Я украинский президент. Какой еще украинский? Князь Киевский что ли? Ну, если вам удобно, пожалуйста, называйте меня так. Ну и как вы, братцы? Все подляхами, долитовцами, а? Потерпите, родненький, потерпите. Скоро мы вас освободим. Нет, спасибо, не нужно нас освобождать. Как это? Так мы идем в Европу. Что? Да в какую Европу? Ну в Европу мы идем в Европу. Мы же славяне, мы одной крови. Что же вы опять про кровь начинаете, а? Вы идете в одну сторону, мы идем другим путем. Вы давайте в разные стороны пойдем, лет через 300 встретимся и поговорим. Какой другой путь? Ну у нас свой путь, другой путь. Какой свой путь? Ну такой свой, свой это другой, не такой как у вас. У вас один путь. У нас же один путь. Да у вас один путь. А мы выбираем ровно. Такой у нас слой, у вас другой. Эй, эй, как тебя? Слышишь? Эй, эй. Эй, ты. Ну как не с нами? Как не с нами? Каким другим путем? Слышишь? С кем же вы тогда? С кем вы? С кем? С кем же вы? С кем? С Угандой и с Каморскими островами. Я хочу напомнить, что именно они являются нашими ближайшими соседями по уровню коррупции. Петя, иди за горошком. Погоди, сядь, послушай, что происходит. Выходит, что все слова сказаны. Мы зашли в тупик. Вопросов больше, чем ответов. Выходит, что Украина действительно не может побороть коррупцию. Василий Петрович, а может быть, если не получается победить коррупцию, ее нужно возглавить? Тем более, опыт получения взяток во благо у вас уже есть. А если все правильно организовать, это может быть не 50 миллионов, а 50 миллиардов? Возможно, но. Но это место уже занято. Что это было? А это было объяснение судьи Печерского суда Царьковой некой. Смешно. Слушай, а вот еще интересно. А как объяснил происхождение 40 тысяч долларов у себя в сейфе некий глава фонда госимущества Чечеткин ВП? Так. Пришовши сегодня на свое рабочее место, я выявил у себя в кабинете невидомый предмет, схожий на сейф. Выкликать в милицию не встыг. Я думаю, что она увервалась в мой кабинет без выклику. Поклала меня лицем на подлогу. И, открывши сейф, выявила там бумажки, внимание, схожие на доллары. И стекляшки схожи на диаманты. Ни сейф, ни доллары, ни стекляшки мне не налажат. А вот еще, знаете, что есть? Пояснительная записка за министра экологии по поводу 20 пар эксклюзивных часов. Значит, в детстве у меня не было наручных часов, в то время как у большинства свестников они были. Это обстоятельство очень меня расстраивало, и с годами детская обида переросла в психическое расстройство. Теперь все заработанные, прошу заметить, честным трудом деньги я трачу на покупку очередных часов. Порой лишая себя и своих близких жизненно необходимых вещей, таких как хлеб, молоко и долгий перечень продуктов. Их точно нужно печатать в какой-нибудь газете, урядовый курьер. Заодно привлечь читателей к правительственной газете, потому что сейчас читаемость равна нулю. Еще одна хорошая идея ваша. Даже не знаю, как вас за все вообще отблагодарить. Не знаете? Не знаете? Ну, я попробую вам подсказать. Ну, все? Думаете, достаточно? Мне кажется, что это только начало. Нет? Может быть. Я так кажется. Может быть. Я так�데, что все? – Эй! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это ваше? Нет. Видимо, осталось от бывшего. Это не просто тетрадь. Это черная бухгалтерия. Другими словами, теневое акционерное общество под названием Украина. Здесь все. Госучреждения, схемы, суммы. Я прошу прощения, а фамилии? Фамилии там есть? Фамилии фигурантов были зашифрованы. Но мы нашли зацепку и потянули за ниточку. Миша, за какую ниточку? Проходите, проходите, садитесь. Ну что, вы подумали? Бухгалтерия. Я готов к сотрудничеству с властями. Прекрасно. Как вы на меня вышли? Вы знаете, это было несложно. В этом городе вы единственный банкир с фамилией Бугай. Рассказывайте. Рассказывайте. Что тут говорить? Я каждый месяц сдавал долю, чтобы мой банк не трогали. А кто такая? Миледи. Я ее не знаю. Я все деньги оставлял в камере хранения. Ну, значит, не будем изменять традиции. Езжайте к камеру хранения. А дальше? А дальше уже наша забота. Разумеется, это была секретная операция, о которой знал узкий круг людей. Очень интересно. И что было дальше? Что было дальше? Это что, игрушка какая-то, ну, что ли? Она сама играет, или ты... Да в чем дело, в конце концов, объясните? Что вы втыкаете в монитор? В сумку с деньгами Бугая? Мы вщили маячок. Теперь следим, куда приедет наша сумка. Бугая-то банкир, так что? Да. А если деньги переложат в другую сумку? В принципе, на это и расчет, понимаешь? Перегрузят, начнут пересчитывать. Ну, главное, чтобы к деньгам прикасались. А, они в этой... Ну, деньги обработаны этой люминесцентной краской. Нифига себе. Посмотрите, куда они приехали. И куда же приехала эта сумка? Не поверите, в главный правительственный корпус нашей страны, на ВДНХ, посредь бела дня, у людей ничего нет. Ни страха, ни совести. Где масса охраны, милиции, все чиновники, первые лица нашей страны, люди пронесли миллионный колым. А кому? Кому занесли? Кому? А прямо сейчас и узнаем. Я попрошу выключить свет. На секундочку, можно, пожалуйста? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юрий Иванович, оставайтесь на месте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А я никуда не ухожу. Уведите его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, только что на ваших глазах был арестован глава коррупционной схемы. Кроме оказался премьер-министр Украины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Досходим, президент! У меня нет слов, только один вопрос к Юрию Ивановичу. К сожалению, я не успел его задать. А почему Миледи? Мы сами не знаем. Для нас это тоже загадка. Да нет никакой загадки. В студенческом театре, в котором играл Юрий Иванович, не было девушек, и все женские роли исполнял он. Одной из них была роль Миледи в «Трех мушкетерах». Откуда вы знаете? Прочитала. Юрий Иванович издал свои мемуары. «Мой путь». Ё-моё. Мы всё перерыли, а надо было просто книжку прочитать. Господин президент, может быть, вы что-нибудь скажете в финале? Что я могу сказать в финале? Это только начало. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, схлопочет пятнашку. Перец на ките. Вот разглядка. С таким погонялом, я думаю, ему на зоне не поздоровится. Да, не вовремя эта тетрадка всплыла. Она нам весь сценарий обгадить может. Ну, тетрадка, тетрадка. Главное, остальное все уничтожить. А если Юрец трепаться начнет? Отрежем язык, зажарим и сидим. Хреновый денек. Исаицкий облажался. Цей день незалежности Украина точно запамятает надолго. Сегодня в прямом эфире политического ток-шоу. За подозрой о скоене ряду коррупционных злочинів був заарештованный премьер-министр Украины Юрий Чуйко. Молодець, Юрецька. За первую победу. Ого, какая тетенька у нас нарисовалась. Как мама. Все кости мне перемыли. Так я не понял. Ты надолго ли как? Не ешь ничего. Пьешь он. Синяки под глазами. Ну и че, щас что-то придумаю. Праздник же. Там, милая. За день независимости я... Не-не, мне нельзя. В смысле? Если будет девочка, то назовем Рита. Так мама попросила. Давно? Врач сказал, два месяца. Ладно. Я вещи пойду за ним. Я вещи мелко! Мама! Слышишь, папа, где ты ходишь? Ты все промочнил. Премьер-министра посадили. Ничего себе, сходил за дорожком. Васька посадил? Ну а кто? Мужик весь у отца. Иди переодевайся, Петя. Это Аня, знакомься. Очень приятно, Мария Стефановна. Здравствуйте, очень приятно. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Васька, возьми горошек. Миш, ты считаешь это нормально? Добрый вечер. Добрый вечер. Вась, прости, я думал, я не понадоблюсь. Я знаю, о чем ты думал. На, держи. Фискальный бабник. Спасибо. Начинается. Вот он, герой дня. Здорово. Привет. Слушай, Василий, не ожидали, удивил. Знакомься. Здрасте, Света. Здрасте, Аня. Не могу не предупредить. Так сказать, чисто из женской солидарности жить с ним невозможно. Спасибо, сестричка. Миха, аналогично. Мишутка, не слушай его. Ну я запомню. Ну, ма, ма, ну, па. Да, давайте уже. Здрасте. Здрасте. Слава Украине. Здорово, Слава. Вот, познакомьтесь, это Оксана. Петр Васильевич, очень приятно. Мария Стефановна, дуже приятно. А, это моя помощница. Проходите. Спасибо. Пойдем, пойдем. О, Света, смотрите, кто пришел. Здрасте, здорово, Ванна. Ничего себе, привет. Здрасте. Проходите. 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 Слушай, нехилый пиджачишка. Спасибо. Присаживайся. Рубашка идет. Ань, познакомься, я домой, папа. Здравствуйте, Аня. Петр Васильевич, очень приятно. Ну, а тебе, Васек, отдельное спасибо за премьер-министра. Да, но он был паранчем этого упыря посадил. Ну, что, молодежь, мои наливочки? Да. Давайте, все будут, давай. Давай. Так, наливочка, бомб. Серега, а что ты нас не знакомишь со своей? С спутницей. Светлана Петровна, мы знакомы, я Оксана, помощник Сергея Викторовича. Чуть-чуть. Что ты? Я не узнала, ничего себе. О, себе. Угощайтесь, Аня. Так, а это, а сколько тебе будешь? Уже помирились, едут. А турфродукт? Да, не может быть, не может быть. А, Олька с Димкой обещали подъехать. Ну, давайте. Что я хочу сказать в этот день? Дмитрий Васильевич, я... вымотались на репетиции, уснули прямо сразу. Спасибо, что Димку забирали, потому что, ну, я бы точно не успела. Пусть иди. Ну что, я вызвала такси, поэтому будем ехать, наверное, потихоньку. А у меня есть встречное предложение. Какое? Поехали ко мне. К вам? Да. Куда? Загород. Загород? У меня большой дом. Завтра выходной, сегодня праздник, все-таки день независимости. У меня есть бутылочка вина, шашлыки, свежий воздух. Дети устали, не хочется их тормошить. Да ну, я не знаю. Ну, а я знаю. Поехали. Вот только потому, что свежий воздух. Ольга, Юра. Аккуратно, аккуратно. Ай, ну, не могу. Сестрички. Сестрички. Аккуратно. Это ты мурябля. Скажи меня нет. Мамышка, что... Папа, чем день красочек? Папа, не красочек. Алло. В этот раз она посоль забыла положить. Да, мамышка, все-таки день горошек. Все-таки день независимости. Так, Вася, ну давай быстрее говори что-нибудь. Мы ждем. Уже говорю? Привет. Мам. Пап. Вы все моя большая семья. Я вам очень благодарен. Мы так редко встречаемся за этим столом. Но только здесь, дома, я чувствую себя в полной безопасности. Чувствую вот так бы всю жизнь. Что ж такое? Я только начал говорить тост. Тебя президент России. Какой ты президент России? Кто? Путин? В России уже другой президент. В смысле? Давай. Алло. Здрасте. Слушаю вас. Вы? Скоро выбирать его. Так надо знать его. Отца его, мать его. Кто братьев у него. Чтоб не оказался он очередным уродом. Бандита, борюга. Нам нужен слуга народа. А-а-а-у-а, у нас годит слуга. У нашего народа наконец-то, ура. А-а-а-у-а, наш собственный слуга. Встречаем вас странно по обоим берегам. Субтитры создавал DimaTorzok